Ну и всем привет, с вами Робин. Сегодня вечером авторитетный инсайдер, промо Брикс, поделился с нами информацией наборов летней волны по Звездным Войнам. Давайте сегодня обсудим, какие наборы были анонсированы. Опять же, это только все слухи, но скорее всего, именно так и будет. Я также буду прилагать картинки к каждому набору, чтобы вам это визуально было приятно смотреть. Давайте переходить к делу. Первый набор у нас под артиклом 75-323. Это судно Кэт Бэйна. Включает оно в себя 1022 детали, стоить будет 159 евро и выход данного сета намечен на 1 августа, как и у всех остальных наборов, которые я сегодня буду называть. Набор прикольный и честно, я хочу увидеть новую фигурку Кэда Бэйна, потому что старую мне не удалось заполучить, а вот новую прям очень хочется заполучить в коллекцию. Второй же набор у нас будет из-под серии 4+. Он будет под артиклом 75-332. Это маленький ETS-T. Включает он в себя 87 деталей, будет стоить 29 евро, что, кстати, довольно дорого для такого маленького сета. Ну и чем-то, ну, мне сразу он напомнил самый первый ETS-T. Довольно старенький. Опять же, картинку вы сейчас видите на экране. Следующий набор у нас под артиклом 75-333, и это у нас истребитель Оби-Вана Кеноби. Включать он в себя будет 282 детали, стоить он будет 30 евро, и также, по слухам, он будет включать мини-фигурку Оби-Вана Кеноби, и также еще одну мини-фигурку Каминанса. И честно, я не знаю, можно ли верить этим слухам, потому что это выглядит очень даже хорошо. Следующий набор у нас под артиклом 75-335, сборная модель BD-1. Включает в себя 1062 детали, стоить будет 100 евро. И тут очень классно, я поиграл в Fallen Order, мне эта игра очень понравилась, и всем советую в нее поиграть, скоро будет продолжение, насколько я знаю. В следующем году, по-моему, намечена дата релиза, и мне очень хочется посмотреть на этого дроида, потому что в игре он показал себя очень классно. Следующий набор у нас под артиклом 75-340, это Advent Календарь. Выйдет он, кстати, 1 сентября, не 1 августа, и включает в себя 329 деталей. От Advent Календаря я особо многого не ожидаю, это, скорее всего, будут бестолковые постройки и довольно прикольные мини-фигурки. Но посмотрим, поживем, увидим. Следующий набор у нас под артиклом 75-325, и он, ну, как бы называется, неизвестный космический корабль из книги Боба Фетта. Включает в себя 411 деталей, и стоить будет 70 евро. И вот тут уже ситуация спорная. Честно, мне кажется, все-таки это новое лезвие бритвы Мандалорца, я не помню, он называется, по-моему, Истребитель Снобу, его перекрашенный, кто смотрел книгу Боба Фетта, поймет. Вот, и честно, мне кажется, что это будет этот сет, потому что выходит он 1 мая, и я бы хотел посмотреть на него, хотел бы его, наверное, даже заполучить себе в коллекцию, потому что корабль, ну, произвел хорошее впечатление, и я бы его хотел увидеть в виде набора. Дальше у нас идет сет под артиклом 75-336, это ATT, в нем будет 924 детали, и стоить он будет 100 евро. Сразу в голове у меня рисуется изображение лучшей версии 2013 года, и это будет очень классно. Сам я имею модель 2016, которая по повстанцам, и, в принципе, мне очень нравится данная модель, поэтому, возможно, даже присмотрюсь к новой, если будет там по хорошим скидкам. Следующий набор, я в него не очень верю, именно в его выход, потому что довольно спорное решение. Набор под артиклом 75-337, это республиканский ганшип. Он включает в себя 1802 детали, стоить будет 140 евро, но, опять же, я не уверен, что он выйдет, потому что у нас в прошлом году выходил UCS ганшип, который не так уж хорошо продавался. Скорее всего, обычный ганшип игровой будет продаваться намного лучше, но это, опять же, информация неподтвержденная, и говорить я ничего не буду, чтобы вас заранее не обнадеживать. Ну, давайте все это, наверное, подытожим. Конечно, больше всего мне хочется посмотреть на набор с звездолетом Кэда Бэйна, потому что хочется посмотреть на его обновленную мини-фигурку. Все-таки последняя мини-фигурка выходила в 2013 году, и я думаю, леговцы за это время ее как-то улучшат, добавят побольше принтов, и это будет очень-очень классно. Конечно же, очень хочется увидеть набор с истребителем Набу, который будет сделан под Мандалорца. Это будут хромированные детальки, я надеюсь, это будет очень классно. Я правда буду ждать этот сет, потому что он обещает быть очень красивым и таким довольно полочным. Куда же без ганшипа? Это мечты наши, потому что мы все его ждем уже давно, года с 2016-2015, все уже ждем его переиздания, именно игровой версии, а не UCS. UCS-версия ганшипа немногим зашла, как я понял, поэтому все ждут именно игровую версию, как в 2013 году. Вот, ну и куда же без модельки BD1? Этот дроид получится, надеюсь, классным, потому что у него две ножки, прикольный отсек для глаз, и форма вообще классная. Он будет сделан в формате обычных дроидов, то есть, как у нас был R2-D2, BB-8 и другие дроиды, я уже сейчас не вспомню, по-моему, дроид-разведчик. В общем, все они были сделаны в одном формате. Ну и как-то так, все эти сеты я жду, надеюсь, хотя бы половина из них выйдет, все-таки это слухи, но они более-менее такие официальные, так что будем ждать. Ребят, пишите свое мнение об этом всем, об этой всей ситуации в комментариях, какие сеты вы ждете, на какие надеетесь, на какие уже копите деньги. Если есть такие, обязательно напишите в комментариях, будет очень интересно почитать. Также не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки, и всем спасибо за просмотр, и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok